Евгения Карамурза с нами уже на связи. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, какая у вас информация о Владимире Карамурзе и его состоянии в настоящий момент? Какой вы владеете? Благодаря работе адвокатов я знаю, что Володя был найден в ИК-6 города Омска, ИК-строгого режима, где он был по прибытии помещен сразу в ШИЗО. ШИЗО, что, впрочем, достаточно распространенная практика на сегодняшний день. Мы видим, как ШИЗО используется как такой метод дополнительной репрессивной против политических заключенных. Это и в случае с Алексеем Гориновым, и в случае с Юрием Дмитриевым. Алексей Навальный вообще уже практически живет в ШИЗО. Поэтому ничего, конечно, удивительного в этом нет, но, естественно, я очень сильно обеспокоена за Володину о здоровье, потому что последний раз, когда он вышел из ШИЗО, СИЗО-водника в Москве, то он не чувствовал ног. Поскольку он страдает от полинейропатии, вызванной двумя отравлениями в прошлом, ему необходимо все время двигаться, заниматься спортом, чтобы удерживать эти симптомы под контролем, что, конечно, на свободе Володе удавалось делать. Но понятно, что условия содержания в тюрьме, в российской педагогенциарной системе, не позволяют человеку нормально следить за своим здоровьем. Поэтому, конечно, я очень волнуюсь, что нахождение в ШИЗО сейчас сильно усугубит его здоровье, его состояние. Когда вы в последний раз его видели, слышали, общались по телефону, как вообще вам удается поддерживать связь? И удается ли? Все это время, все эти полтора года мы поддерживаем связь через адвокатов, то есть я узнаю о Володе от адвокатов. Последний раз говорила я с ним, собственно, второй раз за полтора года в конце августа. Нам удалось выбить несколько звонков, и в основном это были звонки с детьми, конечно, потому что звонки были очень короткие, 10-15 минут. У нас трое детей, сами разделите по 5 минут на нас. Поэтому, конечно, приоритетом для меня было отдать телефон детям, чтобы они могли услышать папу, по которому безумно-безумно скучают. Но вот в конце августа дети были в школе, и Володя позвонил, я подняла трубку, и нас не разъединили, поэтому нам удалось поговорить. Володя остается самим собой, то есть я понимаю, что, конечно, его физическое состояние оставляет желать лучшего. Он потерял его за эти полтора года около 25 килограмм. Вот эта полиниропатия, конечно, не подарок. Но Володя остается крепок духом, я не знаю, не теряет своего чувства юмора. И, конечно, это меня очень радует, потому что если что-то и помогает ему за решетку, то я думаю, что вот это чувство юмора, ирония. После того, как адвокатам удалось Володю обнаружить в ИК-6 города Омска, Володя прислал письмо своему адвокату, короткое письмо ему удалось послать оттуда. И вот в этом письме он пишет про этап, про пересылки, про то, что ему удалось по дороге побывать и в Самаре, и в Пензе, и в Челябинске, и в СИЗО Омска. Ну, говорит, вот теперь довезли до ИК-6, поместили в ШИЗО, ну, говорит, наконец у меня появилась возможность отдохнуть, подумать о жизни в тишине и покое, и поставил смайлик. Ну, конечно, я понимаю, что вот это чувство юмора ему помогает, а он помогает и мне. Я просто не представляю, как собраться и за 15 минут переговорить с человеком, которому, наверное, миллион вопросов, из-за которого так болит сердце. И я просто даже не знаю, какие вопросы в этой ситуации задавать. Все ли в порядке? О чем хочется же поговорить обо всем, и, тем не менее, ты с каждой секундой понимаешь, что это время у тебя словно песок сквозь пальцы утекает? Ну, так я думаю, что это и есть самая большая пытка, которую подвергаются не только политические заключенные, а и их семьи. Это вот невозможность нормально общаться со своими любимыми, невозможность с ними разговаривать, невозможность проводить с ними время, невозможность жить нормальной человеческой жизнью. И все это только потому, что эти люди не согласны с действием правительства, не согласны с политикой Владимира Владимировича Путина. Только за это они лишаются возможности растить своих детей и общаться со своими близкими. Конечно, за 15 минут невозможно проговорить все, что было не сказано за полтора года. Конечно, невозможно. Можно только сказать, что, я не знаю, я тебя люблю и жду домой. Что еще можно успеть сказать за 15 минут? Сказать это разными словами и по-разному сформулировать. Просто чтобы донести до человека мысль, что он не один в этих застенках, что его очень любят и ждут дома его близки. Евгения, а скажите, а что вообще, каковы условия? Почему так мало звонков? Есть ли шансы на свидание? Что с письмами? Насколько я знаю, ИК-6 подключен к системе СИМ-письмо, так что мы пробуем наладить контакт. И, конечно, я призываю всех людей писать политзаключенным, пожалуйста, письма, потому что это мостик для этих людей во внешний мир. И это такая рука поддержки. Я не знаю, это дает им ощущение. До Владимира доходят письма через СИМ-письмо или нет? Пока непонятно. Надеюсь, что доходят. Вот одно письмо от него пришло адвокату. Мы пытаемся наладить обратную связь. Посмотрим. В ближайшее время, я думаю, это станет ясно. А так, ну вот, да, Володя бился больше полутора, больше года, почти полтора года, для того, чтобы получить право найти несколько звонков. Всего звонков было шесть за всё лето. И все они по 10-15 минут. Два звонка было в июне и четыре звонка в июле. Они всегда... То есть мы получали такое... Получали информацию от адвоката, что Володя может позвонить в определённый день. И с учётом разницы во времени, это было в любой момент с четырёх до десяти часов утра у нас. Поэтому никто, естественно, в доме не спал. У меня телефон лежал рядом со мной. Кто-нибудь из детей обязательно сидел у меня в кровати, чтобы как только звонок поступит, я могла отдать сразу ребёнку, чтобы не терять вот эти вот минутки, эти трагационные минутки разговора с папой. Вот. Иногда звонок поступал, иногда нет. То есть мы сидели с четырёх до десяти часов утра и ждали звонка. И звонок так и не поступал. Мы понимали, что Володе просто не дали позвонить. Ну, такое издевательство, знаете. Ну, вот так. А свидание не положено? Свидание... Поскольку мы находимся за пределами России, и я на данный момент не очень комфортно себя чувствую насчёт идеи привозить детей в Россию, сложно с этим. Я знаю, что... Я рада, что моей свекрови, которая приезжала в Россию на Володин процесс, удалось его увидеть два раза. Свидания, опять же, были не очень длинные, но, по крайней мере, она его увидела. А я видела, и дети, соответственно, мы видели Володю в марте 2022 года, последний раз. Ну, и на тех видео, которые удавалось кому-то снять во время судебного процесса, изредка, когда Володю там выводили из зала заседаний. И то это же были такие короткие видео, потому что практически сразу весь процесс закрыли. И к концу процесса люди, по-моему, перестали пускать даже в здание суда. Так что... Ну, вот так. Я всё равно не устаю удивляться тому, как Владимир Крамурза, он смотрит на происходящее. Опять же, я прочитаю небольшой фрагмент из вашего поста, который вы опубликовали. Там есть выдержка из письма Владимира Крамурзы своему адвокату Марии Эйсман. Заселился, в кавычках, сегодня, 21 сентября. Сейчас я в ШИЗО. Да-да, всё традиционно. Мне его выписали ещё в СИЗО номер один Омска, а здесь отправили досиживать. Длинные пересылки были в Самаре и Омске. Ещё короткие, без ночёвок, в Пензе и Челябинске. Устал, конечно, как и полагается в таких случаях. Зато вот теперь получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни. Человека бросили в одиночку, он это трактует тем, что он получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни. Вопрос ещё один, можно? Там есть ещё продолжение. Там есть ещё продолжение. В конце этого письма он приписал, когда меня спрашивали, где я бывал в Сибири, всегда отвечал, что во всех больших городах. Томске, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Тюмени, кроме Омска. Ну вот и восполнил пробел, Смайлик. Надо будет потом вернуться своим ходом, чтобы, что называется, перебить впечатление. Ну, знаете, начать надо, наверное, с того, что Володя историк. И как историк с хорошими аналитическими ещё способностями, Володя прекрасно понимает, что всё это уже в истории было. И он всегда говорит, что вот этот оптимизм, который у него есть, это не оптимизм человека малоинформированного, оптимизм историка, который всё это уже видел. Ну а плюс, конечно, Володя из такой семьи, для которой, да, к сожалению, вот эти вещи традиционны. Его родной и двоюродный прадеды были расстреляны на ПВД в 39-м и 41-м, кажется, годах. По сути, за те же самые преступления, они шпионили в пользу Латвии, как написали власти тогда. А Володин родной дед отсидел срок в ГУЛАГе, тоже за предательство Родины. Так что, понимаете, да, для Володиной, нашей семьи, ничего в этом нового нет. К сожалению, мы всё время ходим по одному и тому же кругу, никак не можем с него сойти. В этом есть какой-то момент печальный. Но как та власть закончилась, как Советский Союз развалился в результате, так и режим Владимира Владимировича Путина в какой-то момент рухнет. Это не вечно. Другое дело, что, конечно, мы все люди, находящиеся на свободе, должны сделать всё для того, чтобы эти люди, которых сейчас преследуют в России за высказывание своей точки зрения, за оппозицию Владимиру Путину и войне, чтобы они выжили. Это мы должны сделать. Это, мне кажется, наш долг, потому что, если говорить о каком-то будущем России, то вот это вот эти люди. Вот эти люди, которые отстаивают честь целой нации. Это огромное количество активистов, журналистов, которые уехали из страны, чтобы не участвовать в этом, чтобы продолжить борьбу за пределами России. Это те люди, которые выходят на улицу, несмотря на то, что знают, каким репрессиям они могут подвергнуться. Оказываются в тюрьме, подвергаются пыткам, подвергаются насилию. Вот эти люди, которые, несмотря ни на что, говорят нет тому, что происходит, вот если есть в России будущее, оно в этих людях во всех. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам, что нашли время и присоединились к нам. Это утренний разворот. Мы благодарим нашу гостью. Это Евгения Акара-Мурза, доктора адвокации фонда «Свободная Россия». Спасибо вам за это интервью. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok